следующий какой у нас шаг следующий шаг у нас получить точнее проверить правильность добавления а для этого нам нужно сделать функцию которую будет проверять правильность добавления вот соответственно давайте сделаем ее чек чек new этот ну или даже просто чек new ну ладно обозначить что прямо конкретно было понятно прям понятная понятливость было что с новый добавленный человек понятное дело что если он новым и так добавлен но не суть и нам нужно что нам нужен список нам нужен лист лист вот этих вот элементов ну точнее пирс он лист персами и и и здесь здесь нам нужен full список full конкретный мама мама такте закрыли какой нас тут список список у нас в каком случае это будет основанно выделить всю строчку всю строчку full список и это rtr group вот поэтому мы делаем div класс rtr group вот и нас их 10 то есть это 10 строк нам нужно как раз таки строка и будем вытягивать смотреть в какой строке есть наши нужные нам значение какой нет поэтому сразу засунем это все в локатор это мы отметим как тейблс а это мы добавим на этом отметим как add person форм так что там страшно окном засвучало в общем full лист people лист и здесь full people лист получили так не будем person конечно people self элемент из точнее our our present 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 self locators и full people лист берем его и далее нам нужно взять данные с этих листов ну начнем посмотрим что там вообще есть и в каком виде мы можем получить эти данные for item in people list и давайте принтанем все это дело, item что там будет так, где у нас здесь есть web table check person это пока мы закомментируем ну, чтобы не тратить время и просто мы запустим, посмотрим что же нам там придет в каком виде а, я наверное не сделал текст нам просто сейчас будет 4 объекта ну да как всегда, мой любимый текст я забываю ух, как много всего так где она у нас, item текст ну и посмотрим вот что мы получаем много всяких критериев много-много всяких критериев вот каким же образом нам этот текст разделить давайте попробуем понять что это собой представляет то есть это мы по одному значению раз значение два значения три, четыре, пять, шесть, семь получается не очень и мы можем мы можем сделать следующее то есть мы большой вот этот весь список данных разделяем то есть как бы нам нужно засунуть это все в массив опять вот и посмотреть на него как это будет выглядеть в массиве append item text ну и конечно же print data data I'm sorry print data очень своеобразно очень своеобразно по строчкам нам тут нужно что убрать вы видите что у нас здесь есть отступы и чтобы убрать отступы строк надо нам воспользоваться методом допустим я не знаю ну что за что это такое что это за отступы я никогда с ним не сталкивался там не работал ну и пишем как 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 из строки убрать отступы python как вот это вот сделать вот как убрать этот символ и что мы видим так давайте cookie ok strip так непонятный от что нам надо нам нужно split lines который разделит каждое слово и у нас будет набор из отдельных слов потом мы сравним этот ну в общем сейчас вы увидите в общем сейчас вы увидите что у нас получится так спасибо google ты как всегда нас спас сделаем вот так вот и смотрим еще раз что у нас получится используем split lines и получаем отдельные массивы как бы отдельный цельный массив без этих n один массив лист с одной строки второй третий ну и пустые и посмотрим что же у нас получается когда мы точнее даже так ну как грубо говоря у нас все как бы для этого готово у нас есть наш как бы опять-таки out ну можете пусть будет table result чтобы было понятно table result и input ну или допустим new person вот и нам надо по ней нам надо сделать так то есть проверить чтобы new person был то есть находился в table result если это так то все хорошо сразу заранее мы принц сделаем new person так назад person и print table result здесь у нас сразу принт уберем и сделаем return return data data так все окей окей поехали проверяем ну как же так ну попалось же все там есть ну как не может быть не может быть я не верю в это ну смотрите есть ли он содержится ли он зиновий давыдов вот это вот все то же самое есть ли оно тут опа зиновий давыдов кинолог все есть но проблема заключается вот в чем во-первых это разные типы данных это tuple то есть кортеж а это понятное дело массив ну лист лист карте tuple и лист нам необходимо чтобы нам возвращалась как раз таки лист поэтому мы что делаем мы делаем вот таким вот образом возвращаем можно конечно немножко ну допустим вот так мы возвращаем опять запускаем что тут произойдет опять ошибка смотрим опять что здесь теперь у нас здесь лист и тут лист но опять не прошло сразу чтобы не гадать я скажу что вот эти числа они здесь в листе у нас как интеджер и опять несостыковка типов данных а должны быть строки потому что у нас все остальное в строк проще конечно перевести это в строк точнее проще перевести это у нас в строке чем в output в интеджер поэтому берем age надо будет стр и celery тоже стр пробуем еще раз все правильно все правильно поехали запускаем это дело еще раз смотрите про кофей рябова в кондратов 13 95 воспитатель а тут про кофе рябова 13 кондратов 95 воспитатель то есть мы нарушили немножечко порядок по которому это дело у нас происходит то есть нам нужно порядок всегда один берем значит смотрим следующий момент так вот что у нас идет про кофе рябов окей потом идет у нас возраст потом идет у нас email потом уже идет зарплата и ну department ее соответственно здесь было я здесь перепутал местами перемен так ну и теперь посмотрим и теперь нам все удалось вот поэтому значит здесь ну в принципе считаю тест достаточно завершенным ну вот понятно дело что если у нас как бы необходимо создавать несколько людей то это можно будет использовать ну то здесь как count то есть есть моменты где нам можно много-много людей создать и проверять если это нужно будет то можно использовать этот замечательный замечательный способ скаунта, но пока оставим так мы не знаем точно, мы точно не знаем нужно ли нам, не нужно, вот пока оставляем так, как есть